здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами доработаем внешний вид нашего сайта разместим логотип если конечно логотип у вас есть если нет подготовьте или вместо логотипа вы можете разместить информацию у вас ваши телефоны контакты и так далее далее пройдемся вниз и нужно поработать над подвалом так называемым внизу тоже разместить телефон и социальные кнопки то есть просто картиночки да очень модно стало последние годы что у каждого магазина есть аккаунт социальных сетях то есть это не кнопки твита это просто там где у вас есть аккаунт то есть в контакте например у вас группа в одноклассниках там и так далее все также разместить популярные способы платежей какие у вас есть обычно в магазинах это просто идет картинка да также у нас идет дублирование меню и копирайты на нашем сайте пока нету ничего давайте начнем сверху и разместим логотип конечно же если он у вас есть переходим в админку нашего сайта переходим менеджер модулей это расширение менеджер модулей и создаем html код модуль вот он первый здесь списке назовем например его логом заголовок все равно мы скроем это название только для нас позиция идем и ищем наш шаблон и находим специальная позиция под логотип называется logo выбираем его здесь проверяем чтобы отображалась на всех страницах и просто здесь загружаем картинку с нашим изображением то есть у меня изображение формате png то есть это не относится к телефону да это просто мой логотип для примера кликаем здесь изображение и загружаем сюда картиночку я выбираю свой логотип размер изображения у меня 207 на 47 пикселей открыть загрузить выбираем ее здесь вставить картинка вставилась давайте посмотрим сохранимся идем на сайт обновляемся вот смотрите если у вас будет такая ситуация логотип слишком примыкает краю нашего каркаса шаблона как ее немножко отодвинуть вы здесь выделяете картинку и нажимаете здесь значок по центру дальше мы переходим в html код мы с вами вот здесь вот в коде margin right это отступ справа вместе вот с кавычками ну так аккуратненько выделяем и удаляем и остается у нас margin left вместо авто мы с вами ставим например 20 пикселей и нужно поставить еще px на английской раскладке клавиатуры то есть вот как у меня нажимаем ok даже здесь видно в что у нас произошел отступ нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся и у нас картинка отступила от левого края надо шаблоне у нас здесь выводится телефон давайте выведем информацию в этой же модульной позиции здесь может быть несколько строк можете какое-то описание добавить но чем больше здесь строк тем будет шире становиться ваша шапка сайта из админки мы из этого модуль можно нажать сохранить и создать создаем еще один html модуль может быть написать например телефон заголовок скроем это только для нас в поле вписываем телефон привязка на всех страницах и позицию выбираем давайте посмотрим что за позиция к адресу подписываем вопрос т.п. равно единица позиция header bar выбираем ее здесь вот она header bar давайте посмотрим все у нас правильно получается нажимаю enter и у нас с вами телефон здесь встает кстати сразу видно что здесь применен шрифт которым мы с вами меняли в предыдущих уроках то есть все очень легко видите когда располагаем телефон логотип движемся дальше вот наверное вы уже догадались как это делать все таки давайте поменяем вот здесь по английски слова мы поменяем login form на например регистрация или вход на сайт здесь закроем ищем login form заходим внутрь и переименовываем заголовок пишу вход на сайт сохранить закрыть обновляемся заголовок изменен в принципе здесь у нас все нормально у нас еще не готов подвал давайте с вами оформим первое что у нас с вами идет давайте по порядку это телефон и социальные кнопки до видно что находится в позиции бутон а для этого мы опять менеджер модуля создаем модуль html заголовок пишем например здесь заголовок скрываем здесь мы пишем так чтобы мы потом не заблудились в админке и быстро нашли любой наш созданный модуль например для редактирования чтобы вы не заблудились здесь вы как-то называете для себя позицию выбираем бутон а вот она бутон а привязка на всех страницах делаем и пишем телефон я увеличил там размер вот 10 выбираем размер шрифта ставим 24 ну опять же здесь уже на ваше усмотрение можете меньше можете больше поставить и давайте теперь загрузим социальные иконочки опять же эти иконочки это просто png картиночки вы можете либо сделать самостоятельно если у вас есть навыки либо скачать в интернете где-нибудь те социальные аккаунты где у вас есть аккаунт то есть эти кнопки будут ввести на ваш аккаунт курсор мигает у нас с вами после текста спускаемся ниже выбираем изображение и давайте загрузим какие-нибудь изображения в папке с уроком будут у вас вот эти картиночки но лучше найдите какие-то свои здесь потому что устаревшая картинка вот в контакте у них логотипа такого нет у них уже логотип vk две буквы это просто для примера и так картинки загрузил первый пускай будет google плюс она у меня слишком большая и выделяю и кстати вот эту манипуляцию которую я сейчас делаю лучше картинки здесь в редакторе не ужимать лучше сразу на фотошопе сделать нужный размер иконки дальше вот здесь я сделал небольшой отступ просто пробел поставил несколько пробелов дальше ставлю курсор что длигал после иконки иду вниз изображение и выбираю иконку номер два и придется вот так вот мне сейчас их подгонять под один размер делаю между ними пробел ставлю курсор позади второй иконочки иду изображение и загружаю вконтакте например и подгоняю размер по другие иконки пробел изображение и одноклассники выжимаю еще одну иконочку ну конечно же здесь нужно сделать одного размера все у меня они немножко разного вот об этом как раз и речь что лучше на фотошопе сделать их одинакового размера что потом не мучиться вот примерно так например мы сделали мы с вами нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу спускаемся ниже у нас расположился блок вот так если этот блок мы выровняем по центру и так чтобы максимально просто всю конструкцию сдвинуть по центру нам нужно выделить только наш текст как сейчас я вот выделил и кликнуть по иконке вот видите у нас по левому краю один раз кликаем дальше мы переходим в html код как мы только кликнули по иконке выровнять по левому краю у нас подписывается к html коду вот такая вот строчка текст олеган left как раз выравнивание мы аккуратненько удаляем вот видите только слово left и подставляем слово центр то есть просто пишите на клавиатуре по-английски центр вот и все нажимаем ok вся конструкция перемещается по центру нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся и вы видите у нас все по центру дальше если вам не нравится подложка хотите просто чтобы эта вся информация была на заднем фоне вы помните как это делать переходите на страницу где просмотр модулей и просто например берете вот этот вот суффикс класса переходим дополнительные параметры из суффикс класса вставляем эту конструкцию сохранить обновляемся если вам так больше нравится то оставляем так то есть просто на заднем фоне следующий у нас идет блок эта картинка с популярными системами приема платежей они у вас действительно все будут в следующих уроках мы рассмотрим поэтому эту картинку можем смело вешать опять же данная картинка если вам не нравится по цвету то вы можете найти где-то в интернете то есть в данном уроке именно эту картиночку я прилагаю позиция это у нас бутон b поэтому мы с вами нажимаем сохранить и создать то есть это тоже html код пишем здесь например платежи заголовок скрываем позицию выбираем будто б далее мы с вами выбираем изображение выбрать и вот эта картинка оплата называется то есть у вас в уроке эта картиночка будет открыть загрузить выбираем вставить кликаем по картинке и кликаем по центру сохранить на всех страницах что было проверяем идем на сайт обновляемся и данная картиночка встает опять же здесь у нас имеется стиле у этого модуля здесь наверное будет симпатичный если мы уберем опять идем на сайт демо берем шорткод стиль данного модуля до и в дополнительных параметрах суффикс с с класса модуль я вставляю вы уже знаете как это делается сохранить обновляемся и будет смотреться вот без подложки дальше у нас идет с вами дублирование меню то есть часто такое бывает что меню дублируется внизу то есть вот это наше горизонтальное меню только есть здесь небольшой нюанс если вы у меню будете использовать здесь такое слово помните мы делали мелкими буквами под основным заголовком есть под заголовок который пишется после двойных прямых линий вот если вы здесь будете использовать то вариант дублирования меню снизу вам не подойдет здесь она как бы не будет отображаться точнее но будет отображаться но будет некрасиво и будет два слова вот так вот наверху будет не очень хорошо смотреться я вам сейчас покажу как это делается но вы имейте это ввиду вы просто создаете еще один модуль меню здесь мы закрываем переходим создать прокручиваем в самый низ практически находим вот здесь вот модуль меню создаем еще один модуль меню то есть еще один модуль меню который будет находиться внизу в футере он будет ссылаться на тот же пункт меню назовем меню футер напишу это просто для нас потому что заголовок мы с вами скроем позиция есть такая футер называется вот она здесь выбираем эта позиция внизу и нам лишь остается вот здесь выбрать меню у нас с вами два меню май меню и меню left нам нужно май меню это у нас горизонтальное меню привязка на всех страницах сохранить на сайте обновляемся и вот как раз ситуация видите вот добро пожал здесь у нас текст и вот видите как некрасиво здесь смотрится две строчки поэтому я здесь эту уберу здесь мы закрываем переходим меню май меню заходим в главное и вот от этого мы с вами отказываемся если мы меню размещаем еще внизу сохранить закрыть обновляемся все меню внизу смотрится хорошо и у нас с вами остается в копирайты здесь вы пишите какой-то текст например ваш магазин в кавычках это идет название вашего магазина то есть магазин как-то у вас должен называться и год создания до пишется как правило вам нужно где-то найти вот такую иконочку это просто текстовая иконочка шрифтовая где-нибудь на сайте на любом сайте просмотрите спуститесь вниз и просто сайта вот так вот скопируйте данную иконочку я скопирую целиком такой текст отсюда у себя позиция это дебаг позиция модуля переходим в админку в менеджер модулей расширение менеджер модулей нажимаем создать и создаем опять html код заголовок пишем копирайты заголовок скрываем на всех страницах чтобы было позицию ищем дебаг прокручиваем ниже и вот на дебаг выбираем ее здесь и здесь вставляем ваш текст то есть я пишу просто магазин сотовых телефонов у меня потому что магазин сотовых телефонов потом в кавычках идет меня название магазина но не забудьте обязательно вот такую иконочку это знак копирайтов нажимаем сохранить обновляемся и у нас внизу размещается копирайта вот теперь у нас человеческий вид сайта до главная страница основная она у нас принципе готова полностью все есть телефоны есть контакты все есть ну и не забудьте на каждую иконку социальных сетей повесить ссылку на ваш профиль я надеюсь вы знаете как это делается но давайте все-таки быстро на одну иконку я вам покажу вы переходите в модуль info копируйте например сайт аккаунта google плюс ваш просто аккуратненько вот так выделяете иконочку и вот здесь вот скрепочка вставить редактировать ссылку написано кликайте в первое поле выставляете адрес профиля google плюс и открыть ссылку в новом окне делаем ok и то же самое делается для остальных всех следующих иконок нажимаем сохранить обновляемся вот google плюс теперь видно у нас пальчик значит там есть ссылочка кликаем и в новой вкладке открывается сайт который я указал вот принципе и все итак на этом уроке все и увидимся в следующем